Владимир Путин, альфа-самец. Дмитрий Медведев, бледный и нерешительный. Николай Сарказин, властный, но голый король. Сильвел Драгискони, любит вечеринки и поздно ложится. Так американские дипломаты доносят гостепу о мировых лидерах. Но личное впечатление послов далеко не самое скандальное в материалах, опубликованных в Викиликс. Отрезать голову этой змее. Именно так выражался лидер Саудовской Аравии, когда призывал США избавиться от иранской угрозы. Король Абдалла в 2008 году просил Вашингтон нанести удар по ядерным объектам Ирана. Израиль проявил большую сдержанность в своих просьбах к США. Тель-Авив лишь настаивал на жестких международных санкциях против Тегерана. Нет принципиальной разницы между тем, что мы говорим на дипломатических встречах при закрытых дверях, и тем, что мы говорим в публичных заявлениях. Однако, как мы все убедились из данных публикаций, впервые есть истинное понимание того, что истинная угроза стабильности в нашем регионе – это нынешний режим в Иране. Подмазать Китай и воссоединить север и юг Кореи – такой план вынашивали США. Этот сценарий был рассчитан на поражение Пхеньяна в войне с Сеулом. Эксперты говорят, что информация Викиликс может серьезно подпортить дружбу Соединенных Штатов с Китаем. Существует серьезный риск. Если проблему не удастся решить, это окажет негативное влияние на отношения между США и Китаем. Оправдываться США придется и перед Организацией Объединенных Наций. Оказалось, что Хилари Клинтон лично доносили о командировках сотрудников ООН, адресах электронной почты, номерах мобильных телефонов и даже о данных ДНК. В круг интересов главы Госдепа попал и генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Скандальные данные Викиликс Вашингтон не опровергает, но призывает прекратить распространение информации, которая грозит национальным интересам страны.